Также глава государства добавил, что все построенные объекты обязательно будут использоваться и после проведения крупных соревнований. Ну а как идёт подготовка к проведению королевских гонок, глава Формулы-1 посмотрел вместе с вице-премьером России Дмитрием Казаком и губернатором Александром Ткачёвым. Мы, естественно, ждём этого события. Конечно, огромное количество привлечений зрителей, туристов, потому что по смотрибленности, по вниманию Формулы-1 может только сравниться с Олимпиадой или с Чемпионатом мира по футболу. Гонка будет проходить каждый год, а значит каждый год. Огромное количество людей будет приезжать, любители этого вида спорта и, естественно, жить в нашей гостинице, пользоваться нашим сервисом, уникальной инфраструктурой Сочи. Я думаю, что от этого, прежде всего, выиграют наш регион. Я всегда и говорю, и буду говорить, что это бизнес-проект, это экономический проект, который даст нашему краю добавку в виде налогов, в виде загруженности наших гостиниц. Строительство инфраструктуры для Формулы-1 в Сочи завершается. Полностью уже готовы здания для команд, медпункт и вертолётная площадка. На очереди сдача гоночного трека и трибун для зрителей. Глава Формулы-1 Бёрни Эклстон впечатлён темпами строительства. Здесь многое изменилось с моего первого приезда. Я вижу результат. Это фантастически. Это будет одна из наших ключевых гонок. Я в этом уверен. Никто ещё не строил Формулу-1, так как построено здесь, в Сочи. Не могу уже ждать октября. Напомним, первый в российской истории этап гонок в классе машин Формулы-1 пройдёт с 10 по 12 октября. Инга Габеши, телекомпания ФКТ.